Ну что, господа, готовы к следующим результатам дальше? Помните, уже история Радамира звучала, я рассказывала кошмарную жуткую историю, кармическую, про маму, у которой был жуткий сценарий кармический. И к ней пришел молодой человек по имени Радамир, старая осознанная душа, которая случайно, у нее не было кармы, влетела, влетела, и она попала в ловушку и кричала сос. Я даже фотографии в интернете на страничке Радамира разместила, как разница глаза до того, как мы работали, безнадежность, и после нашей работы, как изменился взгляд, как появился интерес к жизни. Клинический диагноз Радамира, повторюсь, детский церебральный паралич, смешанная форма, симптоматическая фокальная эпилепсия, распространенный порог развития правой лобной доли, умственная отсталость тяжелой степени, требующая постоянного ухода. У него была операция на мозге. Это все медицина. Это все медицина, которая нас не интересует. Я не разбираюсь в этих диагнозах. Меня интересуют души. Душа у этой ребенка старая, осознанная. И после той работы, которую мы провели, у него были изменения, поэтому уже есть его страничка у нас на сайте. И у нас был договор, что 28 апреля он нам покажет первые результаты. Ну, представьте, ребенок лежачий полностью, да, и покажет какие-то первые результаты, у которого вообще не развита речь, который может только издавать звуки. Вот этот вот ребенок. Сегодня мы вышли на связь с его душой. И, кстати, очень интересно получилось. Мы разговариваем с его душой, а в это время мне пишет его мама. Хотя сегодня не 28 число. Мы раньше зашли на сеанс с ним пообщаться. И вдруг выясняется в письме мамы, информация полностью совпадает с тем, что нам в это время выдает душа Радамира, которая радуется, пританцовывает и говорит, что она очень хочет, чтобы ее тело все-таки начало танцевать. И она сдвигает сроки на восстановление, потому что она прется и хочет в этом теле поиграть. Более того, она хочет его восстановить. И она даже дает маме рекомендации, что дальше делать с телом для того, чтобы укрепить ножки, для того, чтобы он смог вставать, для того, чтобы он смог все-таки чувствовать, как будут восстанавливаться все связи у него дальше, связанные со спинным мозгом и так далее. Там шиза. Это космос. Но этот космос мама сегодня получила в виде сеанса разговора с его душой. Все, что она выдала, мама сделает. Я знаю, потому что мама изумительная. Мама закрыла карму за очень короткий промежуток времени. И сегодня ничто не мешает им быстро восстановить физическое тело и играть нормально. Доброе утро, Наталья. Примерно 18 апреля, когда Радамир был у бабушки, она заметила, что когда он играл с игрушками, то произносил звуки с разной интонацией. 22 апреля Радамир лежал на кровати в комнате, а я на кухне мыла посуду. Вдруг он начал так настойчиво произносить звуки. Мне кажется, он звал меня. Это точно впервые так настойчиво, то, что он там произносил, подождет и опять зовет. Я же заметила, что его стало как-то странно потрясывать. Не сильно как-то. Раз дернется, то так, то так. Это сложно описать словами. Это в понедельник началось. Вчера и сегодня я этого пока не наблюдаю. Еще мне визуально кажется, стал ровнее позвоночник. Сам весь как-то выровнялся. Я как только думаю о вас, сразу слезы накатываю. Спасибо вам огромное за все. Благодарю. После общения с душой, я пока не буду выкладывать это общение в интернет, потому что сроки, так душа нам говорила, что она к ноябрю выдаст следующие результаты уже по физиологии, уже по речи. Более того, по языку, как работать с языком. Вот, кстати, еще одно письмо Виктории. Она сегодня после сеанса написала. Спасибо вам, спасибо Андрею, я вас люблю. Мы с мамой как раз обсуждали, чтобы начать ставить его на ножки. Это он попросил делать сегодня. Сказал, что это надо, чтобы он быстрее встал на ноги. Все будем делать. Наталья, я так счастлива, что получилось подключить позвоночник. Просто супер. Андрей говорил про энергию. Да так и есть, я стараюсь посылать Радомиру энергию. Здорово, значит, что у меня это получается. Будем все делать. Благодарю вас и Андрея от всего сердца. Забыла про язык написать. Он его в трубочку сворачивает и выпячивает. А иногда сам залезает в рукой и его там щупает. Он нам сегодня сказал, надо специалиста, чтобы язык, потому что у него мышцы отключаются. Мы сегодня там проделали определенные опции, чтобы включить мышцы ему. Вот. И это невероятно. Это шизушно. Это не объяснишь. Но когда душа на что-то дает добро и начинает переться от игры, мы подключаемся в эту шизу. Главное, чтобы наши дети были здоровы. И я верю, что Радомир поднимется. У нас уже есть надежда, потому что игра включила. Душа включилась. Душа включилась в игру. У Радомира все будет хорошо. Да, восстановить. Вот представьте, Радомиру не три года, не четыре, не пять. Радомир постарше. И он всю жизнь лежал. Представляете? Всю жизнь лежал. У него тоже все будет хорошо.